Всем доброе утро! Добро пожаловать в новый влог! Неотъемлемая часть любого утра это чистка зубов. Сейчас огромное множество различных зубных щеток, электрических, ультразвуковых. Я постепенно буду рассказывать вам о самых лучших из них. Сегодня у меня стильная и функциональная зубная щетка NANDMI NX-7000. Приходит очень быстро, с курьером, в качественной упаковке и в комплектации с 12 насадками. Все было отлично упаковано в запаянную пленку. Сама щетка лежит с защитным колпачком, а 12 щеток в комплекте упакованы каждый в свою герметичную упаковку. У каждой детали свое место. В коробке также лежит инструкция, на русском языке тоже есть, и провод для зарядки Type-C. Но он вам понадобится совсем не скоро, потому что одной зарядки данной щетки хватает на год чистки зубов. В этой модели подкупает и простота использования. Сменные головки просто присоединяются, и не нужно никак их крутить, чтобы сработал замок. Корпус влагозащитный, а значит ему не страшно даже кратковременное погружение под воду. И давайте разберемся. Здесь 15 режимов чистки. Что мы видим? Изначально их 5. Для чувствительных зубов, очистка, отбеливание, полировка, массаж десен. А оставшиеся режимы мы получаем из основных, но с разной интенсивностью. То есть мощность чистки меняется нажатием нижней круглой кнопки. Также стоит отметить, что эта щетка оснащена автоматическим таймером на 2 минуты, который разбит на 4 интервала по 30 секунд для наиболее эффективной очистки зубов. Еще у щетки необычная зарядка, разъем Type-C. Спрятан на донышке щетки, выглядит герметично. Мне нравится, что для нее подойдет провод от телефона, и не нужно хранить еще одну зарядку. Но главное, что поражает в этой зубной щетке, то что у нее настолько мощный аккумулятор, которого хватает на год использования при чистке зубов утром и вечером по 2 минуты. Насадки очень простые, белого цвета. И в данных насадках используют щетину от известной фирмы DuPont. У нее приятный цвет, форма, поверхность ручки. Да и просто визуально она смотрится красиво и необычно. Простой интерфейс общения, удобная насадка, вероятно, которая подойдет и детям. В целом я осталась очень довольна. 12 насадок хватит надолго. Такая щетка подойдет в подарок, мне кажется, любой женщине, девушке. Щетка очень хорошо чистит зубы. Ее большой плюс, что каждый подберет под себя нужный уровень вибрации. Ссылку для покупки данной щетки, а также свой промокод на скидку оставлю в инфобоксе под видео. А также производитель каждому покупателю дарит бесплатную коробку зубных нитей на ДМИ F88. Всем привет, доброе утро. Начинаем с вами новый влог. Сегодня тот выходной, единственный, когда мы с Денисом вдвоем дома. У нас это... Сдеж, угомонись. У нас это не часто происходит последние месяца-два. Денис всегда работает, и я дома одна. А сегодня мы вместе, и мне это очень нравится. Знаете, я иногда слышу от женщин, которые говорят, ой, слава богу мой, там завтра на работе я буду дома одна. Ну, а я почему-то люблю, когда мы вместе дома. Хотя, если какими-то делами домашними заниматься, чисто женскими, то, наверное, лучше, когда ты дома одна. Убираться, например, чтобы никто не мешал. У нас сегодня такая неплохая погода. Тихо-тихо падает снег. Прям супер. Обязательно пойдем на тропу гулять опять. Или не будешь? Так мы пирожки или каша будешь? Пирожки, потом чашу, с утра будешь пирожки. Не знаю, я вам тесто достала опять. Ну, давай. Это многострадальное тесто, короче, это мама давала, когда мы пирожки пекли. Оно было в заморозке, я его вчера вытащила. Оно вроде чуть-чуть поднялось, а я его опять в холодильник. Вот сейчас теплое место половила. Не знаю, оно вообще живое или нет. Надо, конечно, быстрее испечь, пока оно по цене не скончалось. И вчера яйца я отварила, зеленую луку вытащила. Это вот, наверное, в чашку надо порезать. Зеленую луку вытащить. Короче, у меня на неделе Денис просил пирожки с яйцом и зеленым луком. Я неделю сопротивлялась, говорю, не, не будем. Тебе рыбу хватило? Жарить, да, туда рыбу нажарили и все. Это актриса опять валяется. Погоди, вот я, да. Ты, актрисулька, актрисулька мелкая. Чего у тебя как нос? Нормальный у нас, холодный. Все, выздоровела. Мы спрашивали, ну, Рафен, почему даете, типа нельзя кошкам? Ну, нам прописал ветеринар. Когда мы лапки ей лечили, ей прописали... Ей прописали препарат для того, чтобы кости были более такие крепкие. Я забыла уже, как он называется. Ну, там, скорее всего, кальций. И вот, ну, Рафен по 0,5 миллилитра давать. Поэтому мы даем, мы просто так тоже ничего не делаем. Да, врать прописал, мы даем коту. Врать так прописал коту. Белка. Ее постричь надо, да? Постригем, вот эту вот шерсть отрезать. Она вообще шерстяная. Диди хороший какой, диди хороший. Диди хороший, как актриса. Многое не выйдет, конечно. А многое не надо, чтобы 10 вытянет? 10, наверное, тоже. Ой, 8. Намного тебе не надо, зачем? 10. 10 не выйдет, но тогда 8. 8 не выйдет. Маленькие, как в мультике. Было же? Маленькие, как в мультике, пирожки? Нет, шапки. Мне говорят, если я только одну можно сделать. Нет, мне сделай 12, сколько? 7. Я скажу, что опять пирожки жрете утром. Ну, ладно, что такое? Как так можно? Чего это решило? Не знаю. Тесто жидкое. Короче, я его еле собираю. Нормально, оно такое должно быть. Нормально для начинки. Вот такие у нас пирожки получились. Я один разломила, чтобы показать. В общем-то, сделали немного, чтобы попить чай просто с утра и все. Мы уже оделись. Давай, одевайся, не сиди. Я поделась. Мы оделись и едем шляться по магазинам. Моё любимое занятие – это шлыбить по магазинам. Даже если тебе особо ничего не нужно. Сегодня мы едем шляться по строительным магазинам. Почему? Кстати, самый часто задаваемый вопрос сейчас под моими видео. Я вчера мониторила комментарии. Это почему вы живете в этой квартире? То ли появляются новые зрители, то ли те, которые давно нас не смотрели, или невнимательно смотрятся и спрашивают, почему вы в этой квартире? Объясняю. Мы в этой квартире, потому что мы идем к своей цели. В общем, почему мы едем в строительный магазин? Потому что в итоге мы либо вернемся в свою квартиру, где тоже нужно делать ремонт в зале, там надо менять духовку, либо мы все-таки возьмем ипотеку, продадим свою квартиру и купим дом. Ну, это, конечно, не знаю. Вот, в любом случае нам надо определиться, сколько сейчас что стоит, как дорого сейчас строительные материалы, сколько сейчас стоит бытовая техника. Исходя из этого, тоже вообще делать выводы, нужно нам это все или нет. Или проще вернуться в свою квартиру. Вот так. Поэтому поедем, посмотрим. Может быть, вы вместе с нами что-то посмотрите, если удастся. Буду снимать, что почем сейчас и какие сейчас есть там новые обои. Мне надо посмотреть в зал. В любом случае нам нужно переклеивать. Так что деревня у нас красота. Снежок. Пахнет банькой. Кто-то топит. Сосульки, смотри, опять идти. Ой, блин. Я забываю про эти сосульки. Такой снег клевый падает. Хоть бы уже не растаял. Хоть бы уже не растаял. Ну, давай. Такой пушистый-пушистый. Машина грязная-брязная. Потому что мы ее уже 150 раз мыли в надежде, что снег не растает. А он бац, тает и все. С данным передачи смотрели про параллельный импорт автомобиля. Показывали. То, что раньше стоило 700 тысяч, сейчас по 2,700, да? Не, не по 8. Вообще так цены взяли. Самая доступная Нива. 800-900 тысяч новая. Миллион почти. Ну, миллион, да. Если бы я покупала, я бы, наверное, только Нива купила новую из российского автопрома. Остальное мне ничего не нравится. А Нива она проходимая. Большой багажник. Ее не жалко. Чего? Большой багажник? А что у нее маленький багажник? У Нивы нет багажника. У Нивы нет багажника. Плохо. Зато она проходная. И высокая. Вот, не здесь. Загребай на. Ну, я, блин. Ну, она похожа на джипик. На маленький. Вот, а остальное все ужасно дорого. Ну, и, конечно, половина ваша вообще исчезла с российского рынка. И наши в том числе. Половина всем. Так что теперь даже не знаю, где мы будем проходить всякие там ТО. И надо ли было вообще первое ТО проходить, за которое мы отдали. Хренову ту чу денег, блин. Можно было и не проходить. Все равно с гарантией уже с машины слетит, потому что нет дилеров, которые обслуживают. Такие дела. Ну, никто не знал, конечно, что так все будет. Это ж... Нормально. Ну, 33 класс. Пришли в новый магазин, и нас смотрим, вот ламинат почем. А что, он дешевле, чем 32? Зачем? Ну, 32-й, 2000, а этот ламинат 1200. 32-й класс, 33-й класс. Чем он там включается, я не знаю. Вот это вроде бы. Толщина вот этой ерунды. Потрясу. Обоев очень большой выбор. Смотрите. Ну, да, не с этими комплектуются. Можно просто такие поклеить. Для детки, смотрите, какие обуви красивые. Не оляпистые, не со всякими там рисунками, домиками, самолетиками. Я не люблю. А вот такие вот, сами с самолетами. Красивые вообще. Кто такие любит? Мы с Денисом не любители таких обоев, но они красивые. Где вот кирпичного лица? Я бы в прихожку поклеила таким. Это хорошо. Там сразу и расчет, то есть, сколько детей на ваше помещение нужно. Сейчас множество. Моргает лампочек. В общем, ребят, кто из Билибея, вот этот магазин новый напротив открытого рынка. Вообще суперский. Такой выбор огромный. Линолеум, керамогранит, обои, чего только нет. Ванны и всякие унитазы. И причем у них только еще выставочные образцы. Очень много, говорит, еще в каталогах продукции. Мне понравилась там плитка. В принципе, можно и никуда не ехать, а купить все здесь. А в городе-то есть, и там еще есть магазин. Это очень радует. Так, смотрим, холодильники. Это что у нас? Декс какой-то. Сколько стоит? 31? 32. А вот за 85 это что? LG. LG. А 85 точно не надо. Здравствуйте. Индезит. Вот смотри, индезит. У меня вот здесь есть один белый складат. Угу, мы будем знать. Неплохой, да? Угу. 45. Это новофрост? Да, я вижу. Такой мне нравится, без ручек. Такой. Ну, все же, пока. Я имею в виду, да, чтобы ничего не торчало. И такой вот квадратный. Ну, и там обычный, и тоже. Такой хороший. Да. Ну, ближе к Новому году какие-то физические, или что? Ну, пока точно не могу сказать. Ну, возможно, цены там по чуть-чуть будут подниматься. Ну, значит, на мелочь уже начали поднимать. В конце года? Да. В конце. Ну, может. Ну, просто вот наушники хотел в прошлый месяц наушный заход. Получу купил, а они все не подняли. Хитро. Я знаю, там и эти. Микроволновки тоже вверх по чуть-чуть ползут. Так что ждать не надо, да? Нет, это как одно выжило. Ну, может быть, скидка-то, конечно, и будет, но не особо большая. Хаэр это что, да? Первый. Немешка тоже, да? Или австрийский? Хаэр. Вот, сейчас. Я знаю, что они в Китае, у них завод. Они там собираются в основном. Китай и Россия. А вот фирмоч, я, это надо сейчас посмотреть. Вот, что? В основном ты что там собирается? Понятно. Гори, нет. И что? Нет. А, это стирально-сушильная с сушилкой сразу. Вот, хотя. 10 грамм сушилкой. А кто-то говорит, стоит брать с сушилкой, кто-то говорит, не стоит. Наденьная лучше. А ты имеешься за это? А, сушат сразу белье. Какое? Нет, хаэр китайский полностью. А, полностью, да? Да. Все, технику посмотрели. Куча духовок. Я даже растерялась. Посоветуйте мне за одну духовку. Какую у вас есть. Мне советовали Электролюкс. Ну, чтобы она была, обязательно в польской сборке. Бош советовали. В общем, мне тоже что-нибудь посоветуйте. У кого что есть. Мы сейчас посмотрим пока какую-нибудь мебель. Все подряд. Может быть, вам тоже интересно. Вот заодно посмотрите. Кухня такая. Сейчас многие делают в таком стиле. Столы. Кругой стол тоже прикольный, да? С такими стульчиками. Новая вещь, новая вещь. Надо расставаться со старыми. Как будто много полочек, кажется. Одна дверь. Это наподобие той, которой я купила. Стенку домой. Диваны. Вот все за 35. Нормально. Не нравится? Да, столбери сюда переехали. Ага. Вот стол. Смотри, какой симпатичный. Ты точно сам такое сможешь сделать. О, тут шикардосный. Как на свадьбе. Вот тебе мороженое, пожалуйста. Практически все нашли вот в этом магазине. В ДНС огромный выбор. Просто есть все. И электролюксы, и боши, и горенье, и все, что хочешь. Поднялись в столбере. Там очень большой выбор и столов, и диванов. Диван нам там понравился за 50 тысяч. Неплохой. Вполне. Который можно нам в зал поставить. В общем, в общем, выбор есть. Очень много обоев в магазинах. Очень много плитки. Я даже не ожидала. Я пить захотела. Извините, мне пошел воды покупать. Что-то пить охота. Спасибо. Я говорю, все есть, да? Можно никуда не ездить, в принципе. И здесь супер. В магазином нагулялись. Теперь идем на тропе походить. Я сегодня съела три жареных пирожка с утра. Три, представляете? И потом такая, давай смотреть, сколько значит килокалорий в одном жареном пирожке. Оказалось, где-то 200. 200 килокалорий. Потом я, давай читать, сколько килокалорий сжигается за... У нас вот этот один круг 2,5 километра. В общем, чтобы сжечь один пирожок, мне надо два круга пройти. А я съела три, ребята, три пирожка. Да, это мне надо шесть кругов намотать. Ты готов? Что, ты готов? А ты? Я нет. Я не готова. Поэтому два пирожка у меня отложится на попе. Да, ты отложишься, как раз. За целый день. Жесть, блин. Что-то как-то несправедливо. Один круг, это же много. А это пол пирожка всего. А ты же еще смотришь, считаешь. Ты как, не учитываешь? Это же тоже. Что не учитываешь? Напрягаешь зрение. Это тоже калорий. Напрягаешь зрение, ты каешь калорий, да? Я равно не страдаю. Если бы я знала, я эти рыбы не съела. Да ладно. Чтобы знал, ты четыре съела. Сегодня прям как будто в январе. Все деревья. Такие красивые. В белизне, да? Снег, потому что падал. Все утро, все ночь похоже. Сто листьев зеленых. Ага, у нас как-то странно в этом году. Листья зеленые, но снег. Листья очень поздно пожелтели. И даже некоторые до сих пор еще деревья стоят с листочками. Потому что, мне кажется, был дождь. И деревья не желтели долго. Дожди у нас были. Пришли домой, котенок тут перепуганный сидит. У нас соседи там сверлят. Слышите? Дверь вставляют. Вообще, такими делами не занимаются. В выходные, насколько я знаю. Обычно в выходные ремонт не делают. Обычно в будни можно только сверлить. Сейчас, короче, у нас будет круто. Так, сейчас покажу, что купили. Заехали, купили гранаты, как я говорила. Я люблю груши у них вкусные. И черный виноград взяла на пробу. Ну, люблю, когда он кисло-сладкий. А бывает такой, знаете, безвкусный, как вода. Это финики и это инжир. Это Денис у нас любит. Я инжир люблю, а финики вообще не люблю. Они слишком для меня притерные. Лимон. Заехали, котенку взяли. Корр, это роял. Три разных вида. И еще взяла его такой вкусняшки. Дематоген. Он для собак. Но, как сказала мне продавец, она сказала, что кошкам собачью еду можно, а вот собакам кошачью нежелательно. Хотя на улице они ждят все подряд и выглядят довольно упитанными и веселыми. Вот, и еще взяла себе нижнее белье, как и говорила. Это взяла я в Сенсей. Вот такой набор неделька. Вот так выглядит хлопок. В общем-то, мне нравится. Сейчас тебе гематоген, да, будешь? Кушать гематоген будешь? Ну-нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok